Мощный, тонкий, классно выглядящий, практически с флагманским Super AMOLED дисплеем, который поддерживает ISO 20 Гц и HDR10+. Стереодинамики, инфракрасный порт, самая быстрая память LPDDR5, которая ставится только во флагманах. Компания Xiaomi решила доказать всем, что смартфон, который стоит в районе 30 тысяч рублей, там плюс-минус может легко надрать задницу всем флагманам, которые стоят 50, 60, 70 и более тысяч рублей. Жалко, что компания Xiaomi на презентации не говорила о том, что у них проблемы с датчиком приближения, у них не самая кайфовая камера, здесь очень нестабильный аккумулятор в моем представлении. Ну и самое главное, смартфон, конечно же, греется, ведь это мощное решение, которое набирает более 700 тысяч баллов Antutu. Да, за 30 тысяч рублей, с одной стороны, мы получаем очень крутой смартфон, который долгое время еще будет нас радовать, с другой стороны, есть нюансы. Так вот, давайте сегодня поговорим об этих нюансах, я пользуюсь неделю этим телефоном, это Poco F3 Pro. Расскажем все плюсы и минусы, меня зовут Фил, это канал Честный Блог, погнали! Ну, в первую очередь, хочу сказать, что если вы хотите приобрести по KF3, обращайтесь к моим друзьям, которые находятся в Петербурге, это компания MyBellBoutique. Внизу оставляю ссылочку, переходите, посмотрите, у них классные цены, доставка по всей России. Сразу хочу сказать, что этот смартфон действительно тот, которым приятно пользоваться, и единственное, он достаточно большой. То есть, не под каждую руку подойдет это решение. 6,67 дюймов, это суперамолет-экран, сзади очень приятная крышка, стеклянная, Gorilla Glass 5-го поколения, она матовая, хотя и синематовая, и все тогда будет в разводах от ваших пальцев. Очень приятный и тонкий корпус, 7,8 мм, при этом по бокам у нас пластиковая рамка, пластиковая рамка, это значит, что если смартфон будет падать, или если вы будете носить его в заднем кармане, вы можете его, в принципе, погнуть, если очень захотите. Если упадет, разобьется экран, будьте осторожны. Поэтому надо обязательно наносить чехол, который идет в комплекте. Xiaomi, спасибо. Здесь даже есть влакозащита, да, небольшая от брызг и пыли, но все равно IP53, это хорошо. И про экран здесь можно говорить только по сути хорошее, потому что это суперамолет-матрица, это поддержка HDR10+, это 120 Гц, а частота отклика у него 360 Гц, то есть он быстрее реагирует на движение, чем другие смартфоны. Это хорошо в том числе и для гейминга, но и так как здесь мощный процессор, в принципе, есть ощущение, что вы будете играть в игры. Хотя, на самом деле, если посмотреть на то, как работает аккумулятор в этот момент, то, может быть, вы и перестанете играть в игры. Здесь примерно такой же дисплей, как и в Redmi Note 10 Pro. Пиковая яркость 1300 нит. На солнце все будет видно отлично. В авторежиме яркость поднимается до 700 нит, на солнце будет все шикарно выглядеть. Единственное, что периодически эта автояркость все-таки куда-то подергивается. У меня бывали такие случаи, когда ты выходишь на солнце, у тебя яркость задирается, потом раз она, бас, пропадает на какое-то время, ты такой, эй, смартфон, очнись, и она обратно выезжает. С чем-то связано, не знаю, может, программный баг, а может быть, еще кто-то, сложно сказать. А если зайти в настройки экрана, можно обнаружить интересный пункт, система визуализации с искусственным интеллектом. Во-первых, улучшение HDR-картинки, это первый момент, но он работает только тогда, когда мы смотрим прямо HDR-видео. Честно говоря, мы нечасто это делаем. И еще технология MEMC, когда происходит дорисовывание кадров, честно говоря, тоже мне эта технология не очень нравится, потому что, с одной стороны, она делает более плавную видеокартинку, с другой стороны, теряется эффект, например, кино, которое мы смотрим, потому что мы привыкли, что кино, оно в 24 кадра в секунду. Поэтому я бы сказал, что это хорошо, что эти и в штуке есть, но их смело можно отключать, если они вам не нужны. Ну и давайте сейчас поговорим немножко о ценах Poco F3 на Е-каталоге. Цены от 28 тысяч до 32 тысяч рублей в целом в порядке, да, 29, 28, 29, вот у нас разные варианты. Причем я не вижу никаких официальных точек продаж, МТС и там и так далее. Нет, никого здесь нет, вот мои цифры, 29,980, хорошая цена. Ну и давайте сейчас сравним с конкурентами. Galaxy A72, Redmi Note 10 Pro, Poco X3 Pro. Все, сортируем по цене, на Е-каталоге это всегда очень удобно делать. У нас получается X3 Pro самый недорогой, 18 тысяч рублей. На самом деле это очень кайфовое решение, и здесь же опять же молодцы Xiaomi за то, что выкатили такой смартфон. Redmi дальше у нас идет, за 28 можно купить Poco F3, самый дорогой это Samsung A72, цена его поднимается аж до 40 тысяч рублей. Мы здесь можем пробежаться, посмотреть кто, как работает, какие у кого характеристики, размер дисплея, количество оперативной памяти и так далее, и так далее. Хочу заметить, что LPDDR5 есть только у Poco F3, это важный момент. Его на самом деле очень у большого количества смартфонов нету. Камеры, быстродействие, поддержка сетей пятого поколения. Тут есть информация и про аккумулятор, он, кстати, самый маленький среди всех смартфонов, с которыми мы здесь сравним. 4520 мАч, но про аккумулятор мы еще поговорим. Ну и внизу есть динамика цен, тоже интересный показатель, где вы можете смотреть, насколько смартфоны стартовали по одной цене и продаются по другой. Короче, я ссылочку на e-каталог оставляю внизу, переходите, посмотрите, очень удобный сервис для того, чтобы можно было оценить, где и за какие деньги можно купить смартфон. А вот если у вас глаза болят, когда вы смотрите на AMOLED-экраны, друзья, здесь история, к сожалению, такая, DC-димминга нету, то есть нет системы, которая убирает вот этот излишний шим, который есть на этом дисплее. Он, на самом деле, не очень большой, но все равно присутствует. Если вы вдруг не очень понимаете, что такое шим, рассказываю. Вы наверняка помните, когда раньше вы смотрели телевизор и на телевизоре показывали компьютеры, вот так компьютеры все рябили. Это и есть шим, его не видит человеческий глаз, но его видит компьютер, и его видит мозг. И поэтому есть люди, которые реагируют на этот шим, и в итоге у них болят глаза, болят голова и так далее. И здесь, как в любом смартфоне с AMOLED-дисплеем, здесь есть шим. И вот есть такие смартфоны, в которых есть функция DC-димминг. Она убирает вот этот шим, ну или, по крайней мере, уменьшает его. Здесь, к сожалению, ее нет. Так что обратите внимание, если у вас проблемы с Super AMOLED-экранами, может быть, для вас этот смартфон и не подойдет. И тогда вам лучше смотреть в Poco X3 Pro, например, на котором IPS-матрица, там шим уже нет. Помните, что у нас в Xiaomi постоянно вылезает реклама. Вот, например, вы берете, устанавливаете приложение. И видите, у нас вылезает реклама от теньков. Чтобы не вылезала реклама от теньков, надо заходить в настройки, и вот здесь надо отключить рекомендации. По сути, на каждом экране, где вылезает реклама, надо заходить в настройки и отключать рекомендации. Главной ахиллесовой пятой этого смартфона является датчик приближения, который находится где-то здесь, но он ультразвуковой. Он не очень хорошо работает. Это проблема, в принципе, всех Xiaomi, Redmi, Pocophone и так далее. И поэтому, когда вы будете разговаривать, вы постоянно будете сталкиваться с тем, что вы нажимаете щекой на экран. Это, честно говоря, немножко подбешивает. С одной стороны, но с другой стороны, когда вы просто звоните, можете выключать смартфон, и тогда у вас ничего не будет происходить. Но это, конечно, не очень удобное решение, но хотя бы такое. Кстати, друзья, есть возможность записи разговоров. Круто ведь, да? Просто берете, нажимаете на запись, и у нас запись разговора. Там собеседник слышит, что вы нажали кнопочку для записи, и ему сообщается информация. Ну, когда надоело записывать, выключаете. Еще одна полезная фишка, которая здесь есть, это, конечно же, полностью работающий Always-On Display. Не как на Redmi Note 10 Pro, который работает только на 10 секунд, нет. Здесь полностью. Хотите включить, чтобы работал постоянно? Пожалуйста. По расписанию хотите включить, чтобы днем работал, ночью не работал? Тоже без проблем. Разные узорчики поставить, уведомления смотреть, это все хорошо. Но если по какой-то причине вас смущает и верхнее отверстие под фронтальную камеру, вы тоже его можете скрыть. У вас будет там черная полоса. Смотрите, как это делать. Заходим в уведомления и центр управления. Здесь у нас строка состояния. И здесь скрыть вырез. Вот сюда заходите и здесь выбираете, какой вариант вам больше нравится. Мне по большому счету нравится, когда по центру я вижу камеру, точнее так. Я на нее уже давно не обращаю внимания. Еще одна вещь, которая здесь есть хорошая в плане взаимодействия, это виброотдача, потому что она очень приятная. Да, это не флагманская вибро, но она здесь очень хорошая. Я думаю, что вы будете получать удовольствие и не будете выключать вибро, как на самом деле делают многие, судя по тому опросу, который я сделал в своем видео. Есть несколько очень важных моментов касательно работы с интерфейсом, потому что с одной стороны здесь топовый процессор, здесь 120 Гц, но при этом эти 120 Гц работают не везде. То есть в части систем у нас работает 120 Гц, это рабочий стол и все остальное. Но вот мы заходим в звонилку, например, я уже обращал на это внимание, и здесь у нас уже не 120 Гц, а обычные 60 Гц. И есть еще ряд приложений, в которых тоже 60 Гц. Также, когда вы вдруг запускаете, например, YouTube, у вас все тоже превращается в 60 Гц. И если вы, например, включаете какой-то ролик, а потом его сворачиваете и он у вас висит вот здесь, то у вас в этот момент тоже все работает в 60 Гц. И еще здесь не самая плавная лента Google. Вы видите, что она работает с определенными подтормаживаниями. Либо тут не хватает оптимизации, либо еще чего-то, не знаю. Ну и самый, наверное, главный момент все-таки, когда вы пользуетесь смартфоном за 30 тысяч рублей, он все равно не дает ту плавность, которую дает флагман. Galaxy S21 Ultra, Mi 11 и так далее. Они все равно будут плавнее, отзывчивее, прикольнее. Это даже как-то сложно описать словами, но это факт. Единственное, могу сказать, что это чувствуется только тогда, когда ты действительно очень много пользовался разными смартфонами. Только что у тебя был OnePlus 9, ты с него переходишь на Poco F3 и ты чувствуешь, да, есть небольшая разница. А так, когда вы возьмете смартфон, я думаю, вы будете получать просто кайфушки. Ну и, конечно же, главной фишкой этого смартфона является его быстродействие. 7-нанометровый Snapdragon 870G, который выдает порядка 700 тысяч баллов в Antutu. Это очень большие результаты. Единственный момент, что за последнее время Antutu немножко поменялось. Когда была восьмая версия Antutu, были одни результаты. Теперь девятая версия Antutu, теперь другие результаты. Меня это смущает, потому что теперь стало сложно немножко ориентироваться. Но так или иначе. Действительно очень мощное решение. Здесь и 6 гигов оперативной памяти, или 8 гигабайтов оперативной памяти. Она вся очень быстрая. Стандарт LP DDR5. То есть эта память стоит во всех флагманах. При этом этот смартфон стоит 30 тысяч рублей, а флагман стоит 60, 70 и 80 тысяч рублей. И с этой стороны компания Xiaomi, конечно же, большие молодцы. Но при этом есть, конечно же, свои нюансы. Любой мотор, который работает очень мощно, он, конечно же, греется. И здесь эта штуковина тоже греется. Поэтому, когда вы будете играть в Call of Duty, или когда вы будете играть в Genshin или Genshin Info, как, кстати, правильно? Скажите, пожалуйста. То в целом, после, там, 10 минут игры, вы будете ощущать, что смартфон реально нагревается. Мало того, у нас ведь здесь экран 120 Гц, и есть игры, которые поддерживают 120 Гц. Например, Mortal Kombat, или, например, Dead Trigger 2. Так вот, в Dead Trigger, на самом деле, как-то сложно. Там порядка 70 FPS плавает, а Mortal Kombat работает в целом хорошо. Но если взять Call of Duty, например, или другие игры, которые не поддерживают 120 Гц, что мы получаем? Еще расскажу, что по быстродействию все примерно хорошо, но через 10 минут вы прямо чувствуете, как смартфон начинает нагреваться. Хорошо, если у вас надет чехол, тогда вы это меньше ощущаете. Ну и что касается троттлинга, прямо сейчас вы видите скриншотики. Честно говоря, есть вопросы, да? Потому что, как только смартфон начинает нагреваться, сразу, бац, 20% сразу слетает. Причем здесь ведь есть специальный Game Turbo режим, который может давать немножко другие результаты в плане троттлинга, но все равно есть проседание. Это, знаете ли, такая вещь, без которой, видимо, совершенно никуда. Это мощный процессор, он то работает, то охлаждается, то работает, то охлаждается. Можно ли сказать, что вы от этого испытываете какой-то дискомфорт? Ну, по большому счету, да. Если вы такой заявленный геймер, то это точно не ультимативное геймерское решение. Но если вы обычный пользователь, который смотрит сейчас это видео, думает, купить ли ему Poco F3 или нет, как я, например, то в целом проблем никаких нет. Вы просто играете, единственное, что смартфон нагревается. Но зато есть очень классное ощущение, что этого смартфона вам хватит надолго, потому что этот процессор с его баллами в Antutu будет работать в ближайшие 2-3 года совершенно без проблем. Единственная вещь, которая за это время немножко все-таки подумрет, это камера. Я имею в виду, подумрет в сравнении с другими смартфонами. Потому что камера здесь, честно говоря, ну, достаточно средняя. Здесь основная камера от компании Sony на 48 мегапикселей. Это сенсор IMX582. Также у нас есть широкоугольный объектив на 8 мегапикселей. Это тоже Sony IMX355. И еще есть макрообъектив от компании Samsung уже на 5 мегапикселей. Во-первых, друзья, надо понимать чуть-чуть простую вещь. Если блогер вам говорит, что камера не очень хорошая, это не значит, что на нее нельзя делать хорошие снимки. Нет, потому что хорошие снимки зависят в первую очередь от рук, а не от того, какое количество шумов на камере. Так что, если вы умеете фотографировать, если у вас есть какое-то представление о золотом течении и все остальное, у вас наверняка фоточки будут нормальные. Но просто есть некие технические моменты со стороны Poco F3, которые отрабатываются не очень хорошо. Например, слишком много шумов. Или уменьшенная детализация. Или не очень хорошо отрабатывает режим HDR. Или еще что-то. То есть, вот эти моменты в сравнении с другими смартфонами, с тем же самым Redmi Note 10 Pro на Poco F3, они будут чуть похуже. Но вообще, я сейчас готовлю сравнение. Большое сравнение Redmi Note 10 Pro и Poco F3. Фото и видео дождитесь обязательно. И самое главное, подпишитесь на мой канал, чтобы ни в коем случае не пропустить это. Я думаю, что знаете еще? Может быть, стоит сравнить этот смартфон с Galaxy A72, потому что, возможно, есть люди, которые будут выбирать Galaxy A72 за 30 тысяч рублей или Poco F3 за 30 тысяч рублей. Если такое видео нужно сделать, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Кстати, если вы интересуетесь Samsung, но на Snapdragon, например, Galaxy S21 Ultra на Snapdragon, то обращайтесь к моим друзьям от компании Cyphrus. Я внизу оставляю ссылочку, переходите, посмотрите. У них классный цены, они находятся в Москве, доставка по всей России. Так что, welcome. И еще, если перейдете именно по этой ссылке, то получите подарок. Но есть вещь, которая меня на самом деле порадовала в этой камере. Знаете, что по сравнению с Redmi Note 10 Pro, здесь есть 4K 30 кадров в секунду и здесь есть стабилизация. Потому что на Redmi стабилизации нет. Каким бы классным этот смартфон не был, но здесь нет стабилизации. Ее можно включить только, если вы будете использовать Google камеру, но это определенные костыли. Так что, с этой стороны Poco F3 Pro молодцы. Также Poco F3 Pro молодцы и со стороны стереодинамика. Потому что у нас ведь есть стерео. Правда, у нас нет 3,5-миллиметрового джека. В том же самом Redmi Note 10 Pro есть 3,5-миллиметровый джек. Это грустно, честно говоря, потому что в этом ценовом сегменте люди хотят иметь 3,5-миллиметра. Ну, давайте прямо сейчас сравним звучание Poco F3 и Redmi Note 10 Pro. А вы напишите в комментариях, что вы думаете, какой смартфон звучит лучше. Я не буду вам навязывать свое мнение, вы сами все услышите. Кстати, это прозвучит моя композиция, свежая как композиция. И если у вас есть возможность меня поддержать, просто перейдите по ссылочке вот сюда. Нажмите лайк, послушайте, может комментарий напишите. Для вас это буквально минута времени, а мне это очень поможет. Так что, спасибо. Да, я, кстати, друзья, ничего не сказал про разблокировку, потому что у нас сканер печатка пальцев находится здесь, под большим пальцем. Очень удобно находится на него, не надо, кстати, нажимать, надо просто прикоснуться, и уже все разблокируется. Здесь вопросов никаких нету, есть разблокировка по лицу, она тоже работает хорошо. Я всем всегда рекомендую настроить очень простую штуку, чтобы когда вы брали смартфон в руки, он сам просыпался и сам разблокировался. Это на самом деле очень удобно, и чтобы эта схема работала, нужно включить несколько опций. Заходим в настройки, пароли и безопасность, разблокировка по лицу. Ну, изначально вам надо настроить разблокировку по лицу, здесь все крайне просто. Когда вы будете настраивать, есть возможность добавить еще одно лицо. Возьмите, просто сфотографируйте себя, но немножко по-другому, как вы иначе смотрите на телефон, например, вот так. И самое главное, вот здесь в настройках есть оставаться на экране блокировки. Вот эту галочку надо убирать. А дальше мы в настройках идем в активный экран и блокировка, и здесь нужно поставить галочку пробуждать при взятии в руки, а также использовать двойное касание. Ну, двойное касание, чтобы взяли, просто постучали по экрану, и он проснулся. Вот эти функции дают возможность вам брать смартфон, чтобы он просыпался и сразу вас разблокировал. Это добавит приятного экспириенса, когда вы будете владеть этим смартфоном. Также не забывайте важную вещь, у нас ведь есть замечательный центр управления, который изначально не включен. Чтобы его включить, надо зайти в настройки, центр управления, и здесь выбрать центр управления не классический, вот такой вариант, а современный, новая версия. Ну и самая последняя вещь, на самом деле, которая для меня является очень странной в этом смартфоне, это аккумулятор. Потому что, с одной стороны, здесь быстрая зарядка, 33 ватта, смартфон заряжается примерно за час. Здесь не самый большой аккумулятор, 4520 мАч, но самое главное, он работает нестабильно. Во-первых, друзья, точно могу сказать, что это не самое топовое решение по аккумулятору. То есть, да, он вытягивает 5 часов работы экрана, может быть 6 часов работы экрана, но также он может вытянуть и 4, и 3 часа работы экрана. То есть, это не решение, знаете, где 7 и 8 часов работы экрана, это когда вам на 2 дня смартфона хватает. Нет, один день. Но при этом с этим смартфоном у меня была очень странная ситуация. Смартфон проработал больше суток, но при этом экран проработал всего лишь 2 часа и 8 минут. Вы сейчас видите этот скриншотик. Я в жизни не видел никакого другого смартфона, который бы проработал так мало времени по экрану. Причем, вы можете посмотреть, что здесь у нас тратил сеть WhatsApp, мобильная сеть, режим ожидания. То есть, я не играл в игры, но вот получилось вот так вот. Да, он проработал больше суток, но при этом экран был крайне мало включен. Но в основном телефон выдает 4-5 часов работы экрана. Это почти на день хватает или на день хватает. Короче, друзья, что мы в итоге имеем? На самом деле мы имеем вот что. Компания Poco, ну и Xiaomi, грубо говоря, выдала нам несколько интересных устройств. Poco X3 NFC, Poco X3 Pro, Poco F3. И, по сути, мы можем выбирать какой-нибудь из этих телефонов, и они все хорошие, быстрые, работающие и так далее. Какие главные плюсы Poco F3? Во-первых, быстродействие, безусловно, очень быстрые. Во-вторых, он очень тонкий, 7,8 мм, его приятно держать в руках. Сзади матовая крышка, мне нравится дизайн, мне нравится, как оформлена камера. Мне нравится стереозвучание, и мне, в принципе, нравится им пользоваться. Что мне в этом смартфоне не очень нравится? Не хватает 3,5 мм джека для наушников. Хочется, чтобы камера была чуть получше, и хочется чуть более стабильный аккумулятор. Чтобы он точно работал 5-6 часов работы экрана, и я не думал о том, доживет ли он до вечера или нет. Мог бы я вам этот смартфон рекомендовать? Ну, конечно же, да. За 30 тысяч рублей очень кайфовое решение, которым, безусловно, приятно пользоваться. Вот на этом и все. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Как говорится, здесь говорят правду о гаджетах. Меня зовут Фил, это Честный Блог. Не болейте, всем счастливо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok